Да, ребят, снег, зима, ёлка, Новый год, Иван Зола и Никоглай. Короче, вы поняли, это последний выпуск новинок недели в этом году. Последний новогодний выпуск. А как мы знаем, где Новый год, там и подарки. Да, например, Маркул на своем концерте подарил билеты домой двум фанаткам, которые жаловались на задержание концерта. Дрейк ездил по городу и раздавал пачки денег своим фанатам. Боунс пообещал своему фану также подарить мерч. Моргенштерн разыграл Кадиллак, Трэвис Скотт также раздавал кучу подарков на Рождество. Ну а я не такой богатый, увы, но зато могу разыграть 2000 рублей среди вас. Для этого нужно написать просто комментарий под этим роликом, я рандомно выберу 4 подписчиков и скину им по 500 рублей. А также подпишитесь на мою инсту, ведь там я в честь Нового года также разыграю несколько призов. Но мы перейдем к новогодним новинкам. Ну и звание, конечно, самого необычного подарка фанатам на Новый год получает Скали Милана, который на концерте пинает своих слушателей с ноги в лицо. Ну а че, уже может себе позволить. Ну а если серьезно, то, конечно, хотелось бы каких-то годных новогодних подарков, как это делал Кизару год назад со своим EP. Кстати, а вдруг в этом году от него реально что-то выйдет? Либо же от Тейпа, который, кстати, недавно рассказал, что он прямо сейчас записывает сразу три новых альбома. Я работаю над второй частью Банданы, работаю над одним сольным альбомом, потом еще над одним сольным альбомом. Я как бы дел пиздец, дохуй, много музыки, которая еще не записана. А вот Слава Мерлоу, наоборот, свой новогодний подарок от Муз ТВ не оценил и выкинул его в мусорку. Да, кто помнит, в этом году он был номинирован на премию «Прорыв года» от Муз ТВ, но в итоге эту премию выиграла группа Добро, что, конечно, максимально нелогично и странно, но да ладно, и, видимо, это как-то тронуло Славу, что он даже новогоднюю награду не захотел от них принимать. Зато, как говорил Оксимирон, мы от него все принимаем и хаваем, ведь у нас нет выбора. И да, речь идет про новый, самый дорогой клип в его карьере под названием «Миллион дорог». Но есть одно «но» — это реклама. Да, вот такой вот облом. И я согласен, что клип, конечно, красивый, съемка, эффекты, все на супер-высоком уровне, но песня и факт того, что это реклама, немного, конечно, не радует. Ведь хотелось бы уже в честь зимних праздников получить какой-то новый годный материал от Мерлов. И, кстати, он же там вроде бы альбом записал и недавно об этом сообщил. Так вот, Слава, пора бы уже его и дропнуть. Как и мне пора вам рассказать о таком годном, супер-классном магазине обуви, как Hustle.rf. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в обойме более 3000 кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf. Ну и открывает у нас эту неделю Soda Love, который, как мы знаем, выпустил неделю назад альбом под названием Rumination, а затем через неделю анонсировал дроп настоящей пластинки. Конечно, все подумали, что выйдет еще один альбом, где будут годные треки, но в итоге мы получили тот же релиз, только из него Soda убрал, по его мнению, все самые слабые песни, а также добавил туда один всего лишь бонусный трек. И да, мое мнение по поводу данной пластинки до сих пор не изменилось. Как по мне, это очень слабая работа, которую не спасают даже фиты. Но все-таки там есть один годный трек, который мне действительно зашел. Это Кол Беннетт, на который, кстати, Владос снял еще и очень годный стильный клип. Особенно порадовал кадр, где Soda Love ныряет в женский, так сказать, орган из цветов. Короче, клип необычный, я вам советую обязательно его посмотреть. А вот вторая по величине коллаборация вышла от LJ и Кирилла Бледного под названием Chupa Chups. Хочу напомнить, что данную песню Леха исполнял еще в начале этого года на одном из своих концертов, поэтому многие фанаты ждали ее почти целый год. А также это уже второй совместный сингл LJ и пошлой Molly. И если я буду оценивать эту работу, то мне лучше воздержаться, ведь от моего негативного настроя к Бледному вас будет дико бомбить в комментариях. Поэтому лучше напишите вы, что думаете по поводу данной коллаборации в комментах. А я обязательно все прочитаю. А вот кто искал какой-то самобытный, интересный и андеграундный звук, тому точно стоит оценить новый альбом Антохи МС под названием «Я – это я». Кстати, мне интересно, тот скандал по поводу его имени и лейбла был просто хайпом или все-таки правдой. Ведь странно, что как только об этом начали говорить, Антоха сразу дропнул несколько синглов, а теперь еще и альбом. Кстати, интересно еще то, что на релизе 5 треков и все это фиты с малоизвестными артистами. Да, именно такой шанс и подарок Тоха решил сделать своим фанатам, которые мечтали каким-либо способом поработать со своим кумиром. А вот кто действительно порадовал меня на этой неделе, так это лил Морти со своей новой композицией под названием «Голос улиц». И да, этот трек мне очень понравился, в отличие от его прошлого скучного, на мое мнение, мини-альбома. Здесь он поиграл и со своим флоу, и есть много прикольных строчек, цепляющий припев и так далее. Да, Морти удивил и спасибо ему за такой подарок перед Новым Годом. Чел, я не чел, это ты чел. Да, и думаю, все, кто сидят в ТикТоке, точно знают эти строчки. Как и Лифон, который прилетает в лицо, как и толпы кричат НК. И да, и думаю, вы догадались, что речь идет о тех самых ребят, которые просто как молния ворвались в индустрию через ТикТок и дропают хиты один за другим. Кстати, обложечка здесь похожа на Мигасов. Ну да ладно. Конечно, этот трек мне не так понравился, как Толпы и Лили Фон, а еще для меня он будто бы копия Лили от Майота. Но если не думать об этом, а просто слушать трек, то он достаточно хорош. Даже, я бы сказал, это одна из лучших именно рэп-новинок на этой неделе. Еще кто сделал годную работу на этой неделе, так это Ти Фест. Правда, не от своего имени, а от лица Альтер Эго Бриллиантовый Ти. Трек получил название «Атлет», а на фит туда еще залетел друг Кирилла Барс. И, кстати, я видел, многие в комментариях писали, мол, все, Ти Фест потух, не выпускает вообще хитов. Но, честно, для меня все его новые работы залетают в плейлисты, долго там сидят. Причем в этом году мне почти все его сольные работы залетели, особенно трек «Как дела», это вообще прям мясо. Поэтому, ребят, на вкус и цвет, конечно же. Но я вообще не согласен с тем, что Ти Фест сдулся. Просто он делает музыку и все, без каких-либо хайпов, новостей и тому подобное. Но давайте вернемся к молодым. И хотелось бы выделить на этой неделе новый альбом Этернити или Этернити, называйте как хотите. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что это битмейкер и исполнитель, который очень годно давно еще о себе заявил. Ну а сейчас он еще и на плотном коннекте с OG Bud'ой. Причем на новой пластинке есть даже их совместная работа, с которой вам обязательно Свету и ознакомиться. Да и в целом, чекните альбомчик, уверен, вы там 100% что-то для себя найдете. Особенно, если вам заходит новый хайпер-поп, так сказать, звучок. Не скрываться, я всегда буду открыт. Я подожгу фитил и потом устрою взрыв. Ужас не заметил у нас. Не скачал в тебя сон, это но не смог открыть. Как пострелить драйвер, чтобы я смог полюбить. Да я тяжелый, мам. Убиваю себя в ноль. Сейчас я из-за ссори с мамой. Биби, убивайся. Кипит край. Я забываю сон. Приди в ноль. Спални твой, откуда тебя увяз. Не бывает ни ночи, ни дня. Тошнет от этих коляс. Больше не засуну в себя. А также еще нежданно. Для всех участников РНБ-клуба Магнум Опус на этой неделе дропнул сразу две новые работы. Причем одна из них это прям плотный трэпщик в стиле какого-то Биг Бэйби Тейпа. Ну а второй трек это Ганста Детройт. Почему я так выделяю именно звучание этих песен? А дело в том, что никто не ожидал от Опуса именно таких треков. Поэтому интересно было послушать его именно в таком, так сказать, новом звучании. А вот единственный исполнитель, который все-таки в честь праздника выпустил именно новогодний мини-релиз, это Бушидо Жо. Да, его новый альбом мы так и не увидели и вряд ли увидим в этом году, но зато хотя бы два новых трека в преддверии нового года он нам подарил. А вот Дима Бамберк, а точнее Шок, решил походу после боя. Жиганом вспомнить старые времена и выпустить совместный батл трек не с первым классом, увы, а с Элия с Фогом. Но все равно, кто является олдовым фанатом Димы, тот поймет, что это все равно ностальгический фит, который к тому же еще является неким диссом на русский рэп, прям как в старые добрые. А еще в клипе, кстати, они похоронили Кизару и еще на него насрали. Да, это в прямом смысле этого слова. За меня твоя мамаша платит аренду, я ее беременно ебал до плаценты. Стуки, че за клауна-то я не буду, как они. Даже если его я был как фок, некрасивым дом, пропустал бы этим черно-жопым клоуном везде. Ммм, да, я все понимаю. Ну а следом по жести и качи у нас идет Ника Блейз. Это исполнитель из Латвии, которого я не один раз уже показывал в новинках и все так же продолжаю за ним следить. На этот раз от него вышла очень годная работа под названием Танк, которая еще и обрела классную визуализацию. Кто любит именно агрессивный, минималистичный трэп, так сказать, тому точно стоит ознакомиться с этой работой. А также ссылку на клип я оставлю в описании, обязательно его посмотрите. И еще, ребят, мы не можем обойти стороной казахов. Причем, как по мне, группа Кэптаун сейчас пушит намного круче синглы и треки, чем тот же лейбл Скриптонита. Не знаю, ребят, как вам, но для меня Кэптаун это сейчас прям хит-машина, который выпускает Бенгеры один за другим. И новый трек под названием «Временно не исключение». Ну и кстати, раз мы вспомнили скрипа и казахов, то 100% стоит еще упомянуть два новых клипа от «Масла черного тмина». Да, он никуда не пропал, хотя сейчас редко что-то выпускает. И в преддверии окончания года, видимо, решил порадовать своих фанатов новым видеорядом. Ну и хочу добавить еще парочку от себя новых работ, которые мне лично безумно понравились. Во-первых, это Дёрти Панк и его новый трек под названием «Я хочу тебя забыть». Обожаю такую атмосферную лирику и с удовольствием добавил себе этот трек в плейлист. А также Экси и Джамик продолжают дропать хиты. Не хватает сюда еще Пуси Киллера и это точно была бы пушечка. И да, речь идет о новом треке под названием «Магия». И самая-самая моя любимая новинка, хотя она дропнулась чуть ранее, чем эта неделя, но все же для меня это лучший вообще в целом трек «Декабря», который залетел сразу в плейлист и, скорее всего, долго там он еще будет оставаться. И да, речь идет о новой совместной работе Колды и Кишлака под названием «Выдуманный друг». Ну и на этом, ребят, у меня все. Спасибо вам за просмотр, а также не забываю, что все треки будут в группе ВК, а также в описании под видео. И не забудьте еще подписаться на мою инсту и канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. А также всех с наступающим новым 2022 годом!